Я знаю порой, я вижу айтик, я верю только в это, любовь спасет мир. Я знаю порой, я вижу айтик, я верю только в это, любовь спасет мир. Сегодня у нас проходит ежегодный традиционный молодежный день донора, который в этом году мы назвали «Капля волшебства». Сегодня у молодых сотрудников дивизиона «Северсталь» «Российская сталь» есть возможность отдать частичку своей крови для спасения жизни, для помощи нуждающимся в ней. Эта дата выбрана не случайно. Мы проводим данное мероприятие практически после Международного дня донора крови, который был 14 июня. Данное мероприятие мы проводим два раза в год на протяжении уже четырех лет. То есть это мероприятие уже восьмое по счету. И ежегодно, точнее каждый раз оно собирает порядка 50-60 участников. Но в этот раз мы ожидаем не меньше, тоже примерно 50 человек. В основном сдают систематически, но на каждую такую акцию порядка 4-5 человек приходят, которые сдают кровь впервые, решили попробовать помочь окружающим. «Облака над речкою плывут, помню день гороховым, из-под кобылицы взял тебя, шеребенком крохотным». Когда сдаю второй год крови, постоянно пытаюсь большие ползания делать, месяца по три. Для чего делаю? Ну, надеюсь, что кому-то моя кровь поможет. На самом деле нас не так уж и много, но мы сплоченные и будем идти до конца. «Вы всей семьёй сегодня пришли?» «Да, мы всей семьей, мы, почему всей семьей, мы победили в этом году в конкурсе «Семья металлургов». И жена у меня тоже собирается сдавать кровь, тоже будет идти на донора. По количеству где-то 800-900 человек в месяц дают кровь. Очень много сейчас первичных доноров, молодёжи. Мы очень довольны, рады этому. Вот сегодня молодёжный день донора. Недавно у нас был Всемирный день донора, 14-го акция была. 18 лет может быть донором. Донор должен весить не меньше 50 килограммов. Только кто выше, тех берём. В общем, приходят с паспортом сначала на сдачу анализа. У нас проверяют анализы гепатит ВИЧ-Сибирис. Через неделю приходит донор уже на кровь. Если анализы нормальные, то он приносит справку от терапевта с указанием флюорографии, анализа мочи у женщины-гинеколога. И разрешаем. Во-первых, перед тем, как сдать кровь, надо вечером хорошо выспаться, соблюдать диету, побольше жидкости, пить жирного нельзя есть, накануне алкоголь не употреблять за 48 часов, лёгкий завтрак в утром, например, каша на воде, не кожи в него там молечного нельзя, вот, чай с булочкой с обычной бездобы. Вот, приходят сюда, во-первых, определяем гемоглобин, потом идут к нам, мы измеряем давление, заполняем карту. Доноры заполняют сначала ещё анкету, здесь отвечают на чувства, употребляли ли там зубы, удаляли, там лечили, что операцию делали, татуировку обязательно. Если татуировку делали, значит, год нельзя кровь сдавать, если операция, то полгода. Ну вот, заполняют, давление измеряем, я слушаю, смотрю кожу, ну, и отправляем на кроводачу. Да, вторая положительная.